Здравствуйте! В эфире НТРК Магаз, хроника происшествий в студии Зелимхан Калоев. 2,5 миллиона рублей ровно столько предложил главврач районной больницы Ингушетии, чтобы избежать уголовного преследования. По данным следствия, в ноябре текущего года главный врач, зная, что сотрудники ФСБ проводят оперативно-розыскные мероприятия для выявления хищения бюджетных средств, в салоне автомобиля на территории Магаз и передал взятку оперативнику в особо крупном размере за прекращение проведения оперативно-розыскных мероприятий. После этого руководителя медучреждения задержали. По ходатайству следователя бывший главврач заключен под стражу. Сейчас правоохранители проводят следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Информация о минировании детской республиканской клинической больницы в Назране оказалась ложной. По итогам проверки взрывчатое вещество не обнаружено. Около 22 часов 14 ноября был объявлен общий отбой. В Молгобегском районе задержали автомобиль, разыскиваемый в Краснодаре. Госавтоинспекторы остановили на контрольно-заградительном пункте Маяк 11 ВАЗ 21099, за рулем которой находился 27-летний молодой человек. В ходе проверки полицейские установили, что автомобиль находится в розыске по факту оставления места совершения аварии, которая произошла в сентябре этого года в Краснодаре. Авто доставлено в МО МВД России в Молгобегске. 31-летнего перевозчика «Ценные древесины» задержали правоохранительные органы. У него принята явка с повинной. 17 струбленных стволов бука обнаружено в лесном массиве возле сельского поселения Мужиче. Сумма причиненного ущерба устанавливается. В действиях мужчин усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом России. Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам Ингуш-регион-водоканала. Руководство ГУП в нарушении требований действующего законодательства частично не выплачивало свыше трех месяцев зарплату работникам ликвидированного в августе текущего года предприятия. В результате образовалась задолженность на сумму более 2,5 миллионов рублей. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Незаконная добыча песчаной гравиной смеси и песка выявлена на территории Альтиевского административного округа. Нарушитель природоохранного законодательства будет привлечен к ответственности. Отмечается, что материалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения административного дела. У меня на этом все. Оставайтесь на НТРК Магаз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова